Огромный привет всем любителям комнатных растений! Меня зовут Таня. Сегодня я хочу показать вам свои обновки цветочные. Была на днях в Ашане и вот такие драгоценности у меня теперь появились в коллекции. Не ожидала увидеть такие замечательные каменные розы в продаже. И также здесь вот такой маленький, по-моему это грактопиталум называется, суккулентик. И вот этот вот, это толстянка пронзенная, по-моему это мини сортик. То есть он миниатюрный, мне кажется, вряд ли он вырастет до каких-то гигантских размеров, но посмотрим. И вот такие совершенно чудесные каменные розочки, просто сказочные. Вот это, я так понимаю, Перл Форн Нюрберг, то есть жемчужина Нюрберга. У нее довольно-таки редкие такие листики, то есть напыление такое, сизое. И вот такая вот малышка, просто чудесные. Вот эти вот крупненькие, они где-то по 200 с чем-то рублей, а все остальные по 117, насколько я помню. Также я купила там вот такую корзинку большую, и вот эти маленькие, чтобы мои суккулентики хорошо доехали до дома. Очень здорово, что в Ашане можно купить сразу тару, потому что листики очень хрупкие, и у них напыление. Поэтому лучше ввести в какой-то картонной коробочке или в корзинке, чтобы как можно меньше они пострадали. Вот на моих, например, и так есть следы какие-то от рук, но по большей части я очень рада, потому что все покрытие на них, оно в целости и сохранности. И даже вот краешки листиков не пострадали, это очень радует, потому что, как правило, они доезжают до нас уже пострадавшими. Плюс продавцы очень плохо за ними следят, заливают водой серединку, и в итоге мы получаем нездоровый вид у растения. Оно вытягивается, бедняга, если его не покупают. В общем, вот такие вот у меня теперь каменные розочки большие. Я очень довольна. Еще у меня появилась вот такая вот красивая фиалочка под названием Эльфийский сад Елены Лебецкой. У нее вот такие вот нежно-голубые цветы, слегка полумахровые, и очень красивая темно-зеленая розеточка. Листики с таким рифленым краешком. Сама розетка такая очень ровная. Сейчас я попробую показать поближе. Несколько листиков из нижнего ряда у меня, к сожалению, сломались. То есть, либо они были сломаны уже в магазине, либо я их сломала, пока ехала домой. Но это не страшно, серединка у нее хорошая. Листики она нарастит, и все будет великолепно. Такая невероятная красавица теперь у меня на полочке отправляется к своим подружкам, которые тоже начинают зацветать. Вон от той фиалочки, детки. Ну, потом я уже вам покажу эту цветочную полянку. Также у меня появился росток финиковой пальмы. Совершенно случайно я увидела его на работе в горшке вместе с крупным растением. Не знаю уж, кто там ткнул в землю семечку, и она проросла. Точнее, косточку. Вот. И видите, он уже верхний листик начал отсушивать, потому что цветы у нас поливаю только я на работе. Сейчас все в отпусках, поэтому они бедненькие там отсушивают листики. И вот я увидела, что пальмочка-то погибнет. Решила взять ее себе на выращивание. Также здесь у меня вот такой череночек бегонии. Пока без корешков. И еще купила веточку белого абутилона. Пока она у меня тоже без корешков. Надеюсь, приживется. Очень люблю абутилоны. У меня когда-то был. Вот решила завести снова. Верхние листики у него подрезаны, для того, чтобы он легче пускал корешки, не тратил свои силы. Вот жду, когда же они появятся. Также у меня готовится расцвести НК чувство праздника. Наталья Козак. Такие вот замечательные бутоны. Есть прилистнички такие на цветоносах. Очень мне нравится этот сорт. Растение у меня молоденькое, омоложенное. В общем, это, считаю, первое цветение. Очень жду. Покажу, естественно, когда расцветет. И также стоят здесь мои обновочки из дома фиалки на укоренении. Я предпочитаю укоренять в воде. Особенно сорта, которых у меня нет. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok